Общее сведение – дальтонизм или цветовая слепота – это заболевание, при котором нарушается восприятие цвета рецепторным аппаратом сетчатки при сохранении нормальных показателей и остальных функций органа зрения. Болезнь была названа в честь английского химика J. Дальтона, который страдал наследственной формой данного недуга и описал его в своих работах в 1794 году. Патология наиболее распространена среди лиц мужского пола – 2,8% встречается только у 0,4% женщин. Согласно статистическим данным, распространенность диетераномалии у мужчин составляет 6%, протаномалии – 1%, тританомалии – менее 1%. Наиболее редкой формой цветовой слепоты является ахроматопсия, которая встречается с частотой 1,35 тысяч. Доказано, что риск ее развития возрастает в случае близкородственных браков. Большое количество кровнородственных семейных пар среди жителей острова Пингелапи в микронизии послужило причиной появления общества неразличающего цвета. Дальтонизм Причина дальтонизма Идеологическим фактором дальтонизма является нарушение цветовосприятия рецепторами центральной части сетчатки. В норме у человека выделяют три вида колбачек, которые содержат светочувствительный пигмент белковой природы. Каждый из типов рецепторов отвечает за восприятие определенного цвета. Содержание пигментов, способных реагировать на все спектры зеленого, красного и синего цвета, обеспечивает нормальное цветное зрение. Наследственная форма заболевания обусловлена мутацией х-хромосомы. Это объясняет тот факт, что дальтонизм чаще встречается у мужчин, матери которых являются кондукторами патологического гена. Дальтонизм у женщин может наблюдаться только при условии наличия заболевания у отца, в то время как мать является носителем дефектного гена. При помощи картирования генома удалось установить, что мутации более чем в 19 различных хромосомах могут стать причиной заболевания. А также выявить порядка 56 генов, связанных с развитием цветовой слепоты. Также дальтонизм может быть обусловлен врожденными патологиями, дистрофией колбачек, амаврозом, либеропигментным ретинитом. Приобретенная форма заболевания связана с повреждением затылочной доли головного мозга, возникающим при травме, доброкачественных или злокачественных новообразованиях, инсульте, посткоммоционном синдроме или дегенерации сетчатки, воздействием ультрафиолетового излучения. Цветовая слепота может выступать одним из симптомов возрастной макулодистрофии, болезни Паркинсона, катаракты или диабетической ретинопатии. Временная потеря способности различать цвета может быть вызвана отравлением или интоксикацией. Симптомы дальтонизма Главный симптом дальтонизма – неспособность различать тот или иной цвет. Клинические формы заболевания Протонупия Тритонупия Детеронупия Протонупия – это вид цветовой слепоты, при котором нарушается восприятие красных оттенков. При тритонупии пациенты не различают сине-фиолетовую часть спектра. В свою очередь, Детеронупия характеризуется неспособностью дифференцировать зеленый цвет. В случае полного отсутствия способности к цветовосприятию речь идет об ахроматопсии. Больные из данной патологии все видят в черно-белых оттенках. Но наиболее часто наблюдается дефект восприятия одного из основных цветов, что свидетельствует об аномальной трихроматии. Трихроматы с протономальным зрением для дифференциации желтого цвета нуждаются в большей насыщенности красных оттенков в изображении Детеронамалы – зеленого. В свою очередь, дихроматы воспринимают утраченную часть цветовой гаммы с примесью сохраненных спектральных оттенков протонопы с зеленым и синим Детеронопы, с красным и синим Тритонопы, с зеленым и красным. Также различают красно-зеленую сыпоту. В развитии данной формы заболевания ключевую роль отводят генетически сцепленный с полом мутации. Патологические участки генома локализуются в х-хромосоме, поэтому чаще болеют мужчины. Диагностика дальтонизма Для диагностики дальтонизма в офтальмологии применяется цветной тест Ишихара – фалант-тест-исследование при помощи аномолоскопа и полихроматических таблиц Рапкина. Цветной тест Ишихара включает в себя серию фотографий. На каждом из рисунков изображены пятна различных цветов, которые в совокупности создают определенный рисунок, часть которого у пациентов выпадает из поля зрения, поэтому они не могут назвать, что именно нарисовано. Также в тест входит изображение фигур, арабские цифры, простые геометрические символы. Фон фигурки данного теста мало отличается от основного фона, поэтому пациенты с дальтонизмом зачастую видят только задний план так, как им тяжело дифференцировать незначительные изменения в цветовой и гамме. Детей, не различающих цифры, можно обследовать при помощи специальных детских рисунков – квадрат, круг, автомобиль. Принцип диагностики дальтонизма по таблицам Рабкина аналогичен. Проведение аномолоскопии и фалантеста оправдано только в особых случаях, например, при принятии на работу с особыми требованиями к цветовому зрению. При помощи аномолоскопии можно не только диагностировать все типы нарушения цветовосприятия, но и изучить влияние уровня яркости, длительности наблюдения, цветовой адаптации, давления и состава воздуха, шума, возраста, тренировки на различение цвета и воздействия лекарственных средств на работу рецепторного аппарата. Методику используют для установления норм восприятия различения цвета с целью оценки правпригодности в определенных сферах, а также контроля проводимого лечения. Фалантест применяется в США для обследования кандидатов на военную службу. Для сдачи теста на определенном расстоянии необходимо определить цвет, излучаемый маяком. Свечение маяка формируется посредством слияния трех цветов, которые несколько приглушены специальным фильтром. Лица, страдающие дальтонизмом, не могут назвать цвет, но было доказано, что 30% больных легкой формой заболевания и успешно проходят тестирование. Врожденный дальтонизм могут диагностировать на поздних этапах развития, так как больные часто называют цвета не такими, как они их видят в связи с общепринятыми понятиями трава, зеленое, небо, голубое и т.д. При отягощенном семейном анамнезе необходимо как можно раньше пройти обследование у офтальмолога. Хоть классическая форма заболевания не склонна к прогрессии, но при вторичном дальтонизме, обусловленном другими заболеваниями, заболеваниями органа, зрение катаракта, возрастная макулодистрофия, диабетическая нейропатия отмечается тенденция к развитию миопии дистрофических поражений сетчатки, поэтому требуется немедленное лечение основной патологии. Цветовая слепота не влияет на другие характеристики зрения, поэтому снижение остроты или сужение поля зрения при генетически детерминированной форме не связано с данным заболеванием. Дополнительные исследования показаны в случае приобретенных форм заболевания. Основная патология, симптомом которой выступает дальтонизм, может приводить к нарушению других параметров зрения, а также провоцировать развитие органических изменений глазного яблока. Поэтому пациентам с приобретенной формой рекомендовано проводить стонометрию, офтальмоскопию, периметрию, рефрактометрию и биомикроскопию ежегодно.